Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген в прямом эфире программы «Случаи с практики» и я, Екатерина Борж. Уже почти полгода, как в России, действуют новые правила предоставления коммунальных услуг. Именно они разделили плату за коммуналку на две составляющие – индивидуальное потребление и общие домовые нужды. Но сегодня мы будем говорить не столько об этих правилах, а о тех изменениях, которые в них внесены. Гость нашей студии сегодня – начальник департамента ЖКХ Минаджстроя Республики Коми Марина Рудовина. Марина Кеннадьевна, добрый день! Добрый день, Екатерина! Напомню, телефон прямого эфира 469060. С вашими вопросами вы можете обращаться. Еще один вариант – пишите нам на СКЮ, номер высвечивается на экранах. Так что пишите, звоните, задавайте вопросы, мы их прокомментируем, ответим на них. Ну, все-таки про изменения поговорим. Давайте попробуем по порядку их разобрать. Вот первое – установление повышающих коэффициентов на нормативы. Что это? Ну, вы знаете, вот вступление в действие, эти правила, изменения в правила вступают буквально завтра, с 1 июня. И получается, что те граждане, которые до сих пор не установили приборы учета в своих квартирах и не собираются пока их устанавливать, с 1 января 2015 года начнут платить повышающие коэффициенты. Поэтому вот я думаю, что вот надо призадуматься и, наверное, принимать какие-то действия для того, чтобы не платить повышающие коэффициенты и устанавливать приборы учета. То есть, получается, всего полгода в действие вступили новые правила и уже потребовались изменения дополнительные. Полгода – не такой уж большой срок. Ну, вы знаете, любые документы, да, они, когда начинают действовать, появляются какие-то вопросы, какие-то замечания. В практике уже, да. В практике, да, когда начинают это все применять, все-таки правила предоставления коммунальных услуг – это достаточно сложный документ и сложный даже не только для граждан, но и для специалистов. И поэтому, естественно, когда вот это все начинает применяться на практике, появляются какие-то моменты, которые требуют внесения изменений. Поэтому вот те изменения, те пожелания, которые начали поступать и от граждан, и от других организаций, они были рассмотрены, учтены. И вот эти правила, они были приняты 16 апреля правительством Российской Федерации. Поэтому вот и с 1 июня они вступают в действие. Ну, как мы уже сказали, первый пункт изменений – это внесение повышающих коэффициентов для тех, кто не установил дома приборы учета. То есть, если я правильно понимаю, это замечательный способ для тех, кто уже установил и несет ответственность за конкретно потребленное имя, там, ресурсов. Они могут воздействовать на своих соседей, чтобы у них всех вместе получалось, ну, хотя бы в какой-то степени меньше, так, потребление. Ну, действительно, наверное, одним из побуждающих мотивов установления вот этих повышающих коэффициентов было стимулирование граждан на установку приборов учета. Потому что если с 1 января 2015 года коэффициент будет 10%, то с каждым полугодием этот коэффициент будет увеличиваться. И до конца, когда будут эти вводиться, он будет составлять уже достаточно большую сумму, половину от норматива. То есть, это достаточно большое увеличение и достаточно большая нагрузка на бюджет каждого гражданина, если он не установит прибор учета. При этом вот эти вот кусочки повышающих коэффициентов, что свыше единицы, куда это пойдет? Это нападет на благо тех же самых жителей? Ну, вообще, как бы предполагается, что эти средства, которые будут собраны за счет повышающих коэффициентов, будут как раз направлены на энергосберегающие мероприятия. А вот если появились повышающие коэффициенты, да, причем они возрастают потихонечку, а почему бы не вести такое изменение в законодательство, чтобы для тех, у кого уже десятилетие, предположим, эти счетчики, 5% понижающий коэффициент, например? Когда-нибудь, может, такое будет, как стимул для того, чтобы… еще дополнительный стимул. Вы знаете, наверное, самым главным стимулом у того, кто устанавливает прибор учета, он реально видит, сколько он потребляет, и он как раз может регулировать своим потреблением свои платежи. То есть вот если человек там, ну, тратил безрассудно, например, воду, да, и увидел в следующий месяц квиток, в котором сумма у него значительно выше, чем предыдущие месяцы, он понимает, да, я сегодня потратил очень много, значит, я где-то могу, наверное, сэкономить, там, где-то сократить расходы, может быть, там, не включать воду и уходить куда-то и так далее. То есть вот это и есть побуждающий стимул, когда ты реально понимаешь, сколько ты тратишь того ресурса, который ты потребляешь. А если ты просто платишь по нормативу, ты же этого не видишь, то есть ты платишь то, что тебе установили, и уже повлиять на эту ситуацию ты никак не можешь. Поэтому чаще всего не сильно ты экономит у кого-то. Да, много ты потребляешь, мало ты потребляешь, ты все равно платишь ровно по нормативу, сколько тебе установлено. Потому что, ну, наверное, нередкая ситуация, когда, предположим, кто-то в гости приходит, включает воду, чтобы помыть руки, и где-то кто-то делает замечание, что вот надо бы выключить, а не волнуйся, у меня все равно по нормативам плачу можно не экономить. Такой вариант, ну, достаточно часто, к сожалению. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060, воспользуйтесь случаем, задайте вопрос, связанный именно с вашими квитанциями, с вашим личным домом. Звоните, спрашивайте, а вот на секью уже поступил вопрос, прочитаю. К сожалению, не подписались, большая просьба к вам, дорогие телезрители, чтобы вы подписывались, потому что так удобнее к вам обращаться и лично вам, глядя в глаза, отвечать на ваш вопрос. У меня вопрос. Живем в общежитии, счета за квартиру приходят то 6 с лишним тысяч, то 4, чередуются через месяц. Пыталась понять, рассматривая квитанцию, не могу найти почему, от чего может быть такая разница? 2 с лишним тысячи разницы. 2 с лишним тысячи разницы, но, во-первых, хочу посоветовать тому, кто написал, в первую очередь обратиться за разъяснением в свою управляющую компанию, потому что все расчеты, они производятся через управляющую компанию, если дом управляется управляющей компанией, если ТСЖ, значит в ТСЖ. Если же дом не управляется и способ управления непосредственный, то именно надо обращаться к исполнителю этой услуги коммунальной, то есть если это вода, то водоканал, кто начисляет платежи, то есть почему такая разница. Но со своей стороны могу пояснить, что здесь может быть только за счет как раз вот общедомовых нужд, когда вот эта вот возникает разница, она получается, выставляется тем гражданам, всем гражданам равномерно в зависимости от площади их квартиры, то есть только если это общедомовые нужды. Потому что если дом не полностью оборудован приборами учета, у кого-то есть норматив, у кого-то есть прибор учета, и получается те, кто сдали показания, у них четко, они знают, сколько они потребили. А те, кто не сдают показания и рассчитываются по нормативу, но неизвестно, сколько тратят, и если на доме стоит прибор учета, как раз вот эта вся разница и выплывает вот в эту разницу, которую платят то 2 тысячи, то 4, то больше, меньше. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, куда жители многоквартирных домов могут попрощаться за помощью, если они хотят избрать совет многоквартирного дома? Но вот не знают, как это сделать. Спасибо большое. Вы говорили, что можно организовать совет. Ну, хочу в первую очередь сказать, что у нас на сайте Министерства архитектуры и строительства коммунального хозяйства есть подробные методические рекомендации о том, как можно создать совет многоквартирного дома. Ну, и также рекомендую обращаться в наш учебный центр по телефону 445362, где у нас работает консультационный методологический кабинет, и всегда можно получить информацию и пакет документов, который поможет вам создать совет многоквартирного дома. Поэтому вот обращайтесь, двери у них открыты, всегда по этому телефону вы можете им дозвониться. Я повторю его еще раз, 445362, и вам всегда окажут помощь в создании совет многоквартирного дома. При этом совет многоквартирного дома, это все-таки как надзирание за управляющие компании, или это вот ТСЖ и есть? Ну, это не совсем ТСЖ, совет многоквартирного дома, но это, наверное, тот буфер, который между всеми собственниками дома и управляющей компанией, которая управляет этим домом. Потому что, ну, правильно, если все граждане по очереди будут ходить с одним и тем же вопросом обращаться, то вроде как управляющие некогда будут своими делами заниматься. А так, во-первых, у них почти все те же самые права, которые есть у председателя ТСЖ, то есть они могут учитывать все пожелания граждан, они могут точно так же контролировать деятельность управляющей компании, они могут вместе с ними контролировать процесс снятия показаний приборов учета, если таковые имеются в доме. То есть, в принципе, права у председателя Совета многоквартирного дома почти такие же, как у председателя Управления ТСЖ. Поэтому вот в каждом доме сегодня, который управляется управляющими компаниями, и в которых уже созданы Советы многоквартирных домов, я хочу отметить, что порядка уже гораздо больше, потому что понятно, что в Совет многоквартирного дома... Инициативные жители. Инициативные жители, да, идут. И председатель выбирает те, которые неравнодушны к своему дому, к своему имуществу, которые хотят улучшить свою жизнь, жизнь своего дома, своего участка, на котором дом находится, то есть благоустраивать и все остальное. И понятно, что вот сразу видно те дома, в которых уже эти Советы созданы, потому что они действительно и выглядят более благоустроенными, и в домах у них внутри, в подъездах чисто, потому что люди неравнодушны к своему дому, к своему имуществу. Ну, по этому все равно это нужно найти еще этого инициативного жильца, потому что, ну, к сожалению, не во всех домах бывает. Если вот, например, состав дома достаточно молодой, очень сложно, наверное, найти человека, который найдет столько времени, чтобы следить. Ну, будем надеяться, что в каждом доме все-таки найдется такой человек. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это вы меня? Да, вас слушаем. Меня зовут Николай Александрович Петров, проживаю по улице Коммунистической, 76 А. У меня такой вопрос, что льготы инвалидам и старикам изменились, плачу я за квартиру с этими САДНами, со всеми 100%, хоть и не согласен бы. И все приходило, льгота, ну, там, льгота обычно была 50% от суммы платежа. Сегодня получаю вот залон на получение денежек по льгот на 250 рублей. И вот хотел у меня вопрос такой, что льготы изменились или что-то отменили у меня? Может, у меня инвалид начиняли вторую группу? Я инвалид второй группы с детства. И 70 лет меня на всякий случай. Понятно. Спасибо большое за вопрос. Как мы можем это прокомментировать? Ну, вы знаете, вот я хочу просто вот единственно сказать, что нужно обратиться в агентство по соц. вопросам, потому что вопросами льгот и субсидий занимается именно это агентство. И поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы и что-то вам непонятно, почему у вас снизился или размер, или что-то вас смущает, то всегда нужно обращаться по месту жительства в свое агентство по соц. вопросам. Я думаю, что там получите вы исчерпывающий ответ, потому что, ну, к сожалению, это не в моей компетенции. Я не могу прокомментировать данный вопрос. В любом случае за льготы отвечает соцзащита того города, в котором вы проживаете. Если обратиться можно туда, можно попробовать, наверное, обратиться в управляющую компанию. Они со своей стороны попробуют вам объяснить, вот в их начислениях что-то изменилось или не изменилось. Если там ничего вам не добавляли, то тогда в соцзащиту и там вам прокомментируют. В конце концов, есть телефоны, которые в рабочее время отвечают. Можно проконсультироваться. Если вы не знаете вашего города, позвоните на телефон редакции 725-400, то я вам подскажу телефон соцзащиты вашего города. Попробуем найти вместе на сайте. Напомню, что телефон прямого эфира 469060. Есть еще у вас время, дорогие телезрители, чтобы обратиться с вашими вопросами. Ну вот не могу не задать вопрос с АСИКью. Я из Токтовкара. У нас старая пятиэтажка на Сысельском. В подвале постоянно течет вода. Сырость такая, что мы уже несколько... А, сырость жуткая. Мы уже несколько раз звонили в управляющую компанию. Очень не хочется платить за эту воду. На нас же все распределяется. Мы можем что-то сделать, чтобы они сами за это платили. Ну, вы знаете, действительно, вот эти изменения, которые вступают в действие завтрашнего дня, предусмотрена такая вот как бы норма, что если в доме установлен общедомовый прибор учета и платежи граждан превышают на общедомовые нужды, превышают те нормативы, которые установлены на общедомовые нужды, то вот эту вот разницу между той нормой, которая получается по прибору учета и тем нормативам на общедомовые нужды, которые установлены, она не должна превышать, и она будет как бы относиться на расходы управляющих организаций. Есть исключения в данной норме. Только в том случае могут предъявлять гражданам плату выше, чем норматив установлен на общедомовые нужды и показал прибор учета, если они на своем собрании приняли такое решение, что да, готовы оплачивать то превышение, которое у них получилось. Такое бывает, да? Ну, не знаю, наверное, я думаю, не будет. А при этом норматив каков для дома? Он рассчитывается из квадратуры, вот жилой площади и нежилое общее пользование? От количества жильцов от чего рассчитывается? От этажей? Ну, норматив рассчитывается от многопоказателей. Там в состав входит очень много показателей. Расчетом нормативов у нас занимается специальная служба, это служба Республики Коми по тарифам. Если есть какие-то вопросы, всегда можно к ним обратиться, и они разъяснят порядок расчета. Но данными правилами, опять-таки, изменениями в правила были внесены поправки, и теперь при расчете нормативов такие же изменения были внесены и в правила расчета нормативов. То есть сегодня нормативы рассчитываются только исходя из тех площадей, которые действительно, как бы, то есть подвалы, вот как были вопросы до этого, подвалы и чердаки, они теперь не участвуют в расчете вот этих нормативов. Ну, а если есть какие-то конкретные вопросы, то, как я еще раз повторюсь, можно обратиться в службу Республики Коми по тарифам за разъяснениями, потому что данная служба как раз устанавливает нормативы. Еще уточняющий вопрос. Просто, на мой взгляд, может же течь в подвале вода в таких объемах, что вот как раз-таки попадать в разницу между нормативом и, ну, не превышать, скажем так, норматив, не нарушать вот эти правила и изменения в них. В этом случае можно как-то воздействовать на управляющую компанию, если она не ликвидирует это, а все знают, что там течет? Ну, для этого нужно обратиться в жилищную инспекцию, это у нас контрольно-надзорный орган, который как раз... То есть, получается, управляющая компания не исполняет свои обязанности? Она не исполняет свои обязанности, должны обратиться в жилищную инспекцию, составить акт, и по факту выявления данного факта, что действительно есть течь, которая не устраняется управляющей организацией своевременно, жилищная инспекция должна принять меры реагирования и вынести наказание той управляющей компанией, которая, что называется, не выполняет свои обязанности. И еще, Катерина, хочу оговориться, что вот та норма, которая сегодня введена для тех граждан, которые проживают на квартирных домах, в которых установлены приборы учета, что общедомовые нужды не должны превышать норматив на общедомовые нужды, она не распространяется на тех жителей, которые проживают в домах и которые выбрали непосредственный способ управления. Вот на них эта норма, к сожалению, не распространяется. Непосредственный способ это ТСЖ? Нет, непосредственное управление это когда граждане сами управляют своим домом. То есть у них прямые договора с ресурсно-обжающими организациями, и поэтому для них порядок остается прежним, не меняется. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Телефон прямого эфира 469060. Пока идет реклама, вы можете дозвониться. Также пишите нам на СИКЮ. И не переключайтесь.